Поговорим про этот комплекс, посмотрим на практике, как реализовать защиту каналов связи через технологию VPN. У нас был предыдущий семинар, посвященный похожей теме. Мы в целом говорили про безопасность, подход к реализации безопасности, какие есть решения у компании код безопасности, какие есть курсы, которые учат, как администрировать эти системы. Сегодня мы больше придемся в практику, как обещал, коллеги просили, показать практическую реализацию VPN в рамках этого комплекса. Вначале мы поговорим, кто первый раз, кто не слышал, что такое сам по себе комплекс, его назначение, буквально 2-3 минутки. Посмотрим, какие сценарии реализации VPN позволяет реализовать этот комплекс. Посмотрим вообще, что такое VPN, подведем теорию, чтобы мы понимали, зачем это нужно, какие задачи может решать виртуальная частная сеть. Посмотрим на архитектуру правил мерсетевого экранирования, потому что без этих правил ничего не сконфигурировать. И на архитектуру шифрования и туннелирования трафика, реализованного в АКПШ-континент. А потом на практике посмотрим, как реализовать сайт-то-сайт VPN в рамках этих АКПШ-континентов комплекса. Меня зовут Батьцов Петр, я являюсь преподавателем учебного центра «Специалист». Много лет работаю в области IT и много лет преподаю разные курсы. Давайте сразу же ближе к делу. Я много подготовил информации, поэтому, чтобы быстрее ее озвучить, чтобы долго не затягивать наш семинар, чтобы вы не устали, сразу же перейдем к изучению материала. Есть такой чудный вендор, называется «Код безопасности», и он в свое время давно придумал программно-аппаратный комплекс, называется «Континент». Комплекс придумали для организации защиты сетевого периметра и обеспечения конфиденциальности данных при передате по общедоступным каналам связи. Обычно это через интернет. Хотя, даже если у вас есть две площадки, два здания, между ними у вас свой канал связи, это волокно, или, может быть, не оптоволокно, что-то там протянуто, то тоже считается, что если вы не контролируете каждый метр провода, он где-то идет не в вашей зоне, то его тоже нужно защищать. Тоже можно сказать, по общедоступным каналам связи мы будем... Ну, по проводам, да. То есть, потому что кто-то может вклиниться в ваш провод, считывать какой-то трафик и тем самым нарушить конфиденциальность передаваемых данных. Есть много требований регуляторов, да, связано как раз с защитой, в том числе и вот таких ситуаций, когда вроде бы два здания, вроде бы между ними там два метра, но надо все равно шифровать передаваемую информацию. Ну, так вот выглядит этот комплекс, это некая железка, у них много разных моделей, они разные по мощности, по производительности, по тем интерфейсам, которые вы можете задействовать и подключать ваши каналы связи. Это посмотрите. Мы будем много говорить про VPN, и в целом первое, что такое VPN. VPN это аббревиатура, называется виртуальная частная сеть. Она была придумана, технология VPN для объединения локальных вычислительных сетей, их сегментов или отдельных компьютеров в единую защищенную виртуальную сеть на базе общих сетей передачи данных. Как это по-простому объяснить? Есть у вас один филиал, там есть какие-то компьютеры, локальная вычислительная сеть, вы как-то там их адресовали, и есть у вас шлюз, который выпускает ваших сотрудников в интернет. Надо вам взаимодействовать по интернету. И общедоступные каналы это то, что будет связывать либо несколько филиалов, либо связывать ваших сотрудников, которые из интернета хотят подключаться к ресурсам внутренней сети. А VPN позволяет, во-первых, технически обеспечить доступ к ресурсам вашей сети с внутренней адресацией. И обеспечить защиту передаваемых информаций по вот этим недоверенным сетям, где может быть произведен перехват вашего трафика. То есть на базе общедоступных сетей. При этом здесь написано объединение локальных вычислительных сетей или их сегментов. Или так называемый сайт-то-сайт VPN. То есть это когда у вас есть две площадки. То есть два филиала. Один в Москве, другой в другом городе. Там своя инфраструктура, там свои сервера, но пользователям и компьютерам из Москвы надо получать доступ к ресурсам, которые в Санкт-Петербурге. Но своего канала нет, мы через общедоступный канал хотим обеспечивать. Для объединения сегментов, для передачи данных и отдельно отдельных компьютеров. Это те компьютеры наших пользователей, которые уехали за пределы локальной сети, находятся где-то в интернете, где-то с домашних компьютеров, хотят получать доступ к ресурсам. С домашних тоже можно. Но может быть незащищенный. Да, может быть незащищенный. Вполне. Это может быть домашний компьютер. Есть разные сценарии реализации VPN. Классический сценарий, это когда есть какой-то удаленный пользователь с ноутбуком, с домашним компьютером. И он подключается к вашему офису, к каким-то ресурсам. То есть это какое-то отдельное рабочее место, которое точечно подключается к вашему серверу, который умеет принять подключение, умеет защитить, зашифровать канал связи, но обеспечить прозрачный доступ к ресурсам вашей внутренней сети. Сейчас мы говорим просто про VPN. Да, просто про VPN. А ресурс сети, это может быть, в общем, не конфиденциальная информация. А чтобы ее не перехватили, мы здесь будем защитить канал связи. Сейчас давайте просто теорию VPN. А почему он будет недоверенным? Домашний может быть, будет недоверенным. Но бизнес требует, чтобы доступ к домашнему компьютеру этому сотруднику был обеспечен. Тогда вариантов нет. Может быть, конфиденциальный для организации. Если мы говорим про требования регуляторов, когда это конфиденциальная информация, и мы должны пройти проверку ФСБ, стека, тогда, да, тогда с домашнего компьютера табу нельзя. Тогда нужно покупать защищенное устройство, там либо планшеты поддерживают континент специальных защищенных планшетов подключения, ну, либо это ноутбук защищенный какой-то. Тогда да. А так, может быть, и вам не нужно требовать регуляторов, вы просто хотите технически реализовать эту функцию. Давайте здесь поподробнее остановимся. Я вам расшифрую, что такое VPN и покажу, какие у него есть, соответственно, преимущества. В целом, давайте еще раз вернемся чуть-чуть назад, сюда вот. Мы общий термин назвали этого комплекса, а какие у него есть функции? Давайте я вам перечислю, что он может обеспечить для вашей организации. Первое. Возможность обеспечения безопасного подключения к сетям общего доступа. То есть он может стоять у вас на периметре. И как он обеспечивает безопасный доступ? Ну, за счет правил фильтрации. То есть это фейерл. Он может кого-то пустить, кого-то выпустить на определенные IP-адреса по определенным протоколам. Это его задача номер один. Он может организовывать доступ пользователей к ресурсам сети или во внутренний ресурс с использованием одного IP-адреса. Это надтрансляция. У вас внутренняя сеть, она из частного диапазона. Она скрыта от внешней сети. У вас не внешняя IP-адреса на внутренних компьютерах. Надо как-то обеспечить доступ и наружу с таких адресов, и может быть внутренне. Он поддерживает технологию надтрансляции. Он может объединить через сети общего доступа распределенные локальные вычисленные сети. Или удаленные сегменты, или удаленных пользователей. Это как раз VPN. Это его третий функционал. Он может выявлять преднамеренный несанкционированный доступ к информации. То есть в АКПШ-континент есть возможность использовать систему обнаружения и вторжений. Там можно реализовывать IDS. Intrusion Detection System. То есть это выявление преднамеренных несанкционированного доступа. Важным требованием регуляторов и желания безопасников – это автоматизировать регистрацию и журналирование связанных с работой комплекса и подключений событий, которые происходят на всех ваших устройствах континента. У него есть очень мощная функция. Он изначально управляется централизованно через специальное устройство, которое называется ЦУС – Центр управления сетью. Он управляет всеми вашими континентами, которые находятся в вашей организации, и вы хотите им управлять. И также важные функции – он с них получает всю информацию о событиях, о несанкционированном доступе, о подключениях, о ошибках, которые происходят в ваших филиалах на ваших устройствах. Ну и он позволяет централизованно управлять. То есть любые конфигурации, которые вы задаете, вы задаете в одном месте, а потом они разбегаются по всем устройствам в вашей сети и переконфигурируются. Если мы говорим про шифрование про VPN, то комплекс использует симметричный алгоритм ГОСТ. Если по номеру, то это 28147-89. То есть то, что требуют наши регуляторы. Теперь возвращаемся к нашему VPN. Давайте в целом нарисуем схему, как реализуется VPN для удаленных клиентов. Такая теоретическая часть. Первое, с чего нужно начать, это понять основные задачи, которые ставятся перед VPN. Первая задача – VPN нужен для того, чтобы обеспечить прозрачное обращение к ресурсам корпоративной сети. То есть приложение, которое будет запускаться на компьютере клиентском, оно совершенно прозрачно через этот VPN-туннель будет получать доступ к ресурсам внутри организации. Неважно, где бы там находился клиент, главное, чтобы было установлено соединение к VPN-серверу. Это как будет выглядеть, что компьютер, с которым вы взаимодействуете, откройте там браузер, зайдете на адрес внутренний. Вот здесь у вас внутри адрес какой-нибудь там 10.0.0.1. Вы вот здесь открыли ваш браузер на клиенте и пишете HTTP 10.0.0.1. И совершенно прозрачно, неважно, где вы находите, через интернет, пакет этот зашифруется, затуннелируется и попадет вот к этому получателю. Это прозрачно для приложения. Оно, приложение, будет думать, что взаимодействует с компьютером, который находится рядом с ним. А реально пакет бежит непонятно через какие муштизаторы, непонятно через какие сети. Это очень важно для приложения. Она это прозрачно понимает и думает, что работает с соседним компьютером. И этот компьютер думает, что с ним связывается другой соседний компьютер. Это первая задача. Ну, а вторая задача – это обеспечить, конечно, конфиденциальность и целостность передаемых данных. Здесь могут его перехватывать. А помимо того, что перехватывают наши корпоративные данные, которые мы по сети передаем, здесь их еще могут подменять. То есть, надо зашифровать и еще обеспечить целостность передаемых пакетов. Вот VPN реализует эти функции. Если посмотреть, давайте сделаем следующее. Я сейчас открою такую схемку. Вот это схема демо стенда, которая используется на курсе по КПШ-континент. Есть сложные сети, много устройств используется, маршрутизаторы. Вот там одна локальная сеть, здесь две других локальных сети, здесь третьи, здесь резервирование криптошлюзов. Давайте я просто возьму и здесь нарисую, как будет выглядеть VPN клиентский. Вот представьте, что есть филиал. Это внутренняя часть сети. Давайте ее чуть-чуть дорисуем. Что есть внутренняя сеточка. 10.0.1.0 с маской 24. Вот пусть будет компьютер внутри сети, которому я хочу получать доступ извне. Есть наш криптошлюз, континент. Тут у него есть внутренний интерфейс. Они именуются EM. В зависимости от модели, их разное количество. EM0, EM1, EM2, EM3, 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 EM5, EM3, 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 EM3. И так пошло далее. И есть еще у него внешний интерфейс, обычно EM0 называют, который будет смотреть в интернет. здесь давайте нарисуем эмуляцию интернета простит нас циска, что мы используем их эмуляторы и пускай где-то там в интернете у нас будет некий клиентский компьютер будем считать, что это рабочая станция какого-то сотрудника или ноутбук и он где-то там в интернете хочет подключаться неважно, в гостинице, дома вот он где-то в интернете это его рабочее место и пускай будет IP адрес 10.0 там в той сети даже давайте знаете как для более простого напишем, что у него будет внешний IP адрес подключился и у него будет внешний IP адрес 107.0.200 это IP адрес, который я там получил неважно, может быть и внутренний потому что через местного провайдера мне там на трансляцию сделают здесь у меня внутренний интерфейс то, что вы в вашей сети провайдер вам выдаст а дальше идут маршрутизаторы провайдера и где-то там вот здесь мы поднимем некий VPN сервер сконфигурируем сейчас наша задача понять как будет происходить туннелирование, шифрование трафика и почему это совершенно прозрачно для клиента есть VPN VPN это аббревиатура когда мы возьмем клиента нам нужно сконфигурировать VPN подключение когда вы будете конфигурировать VPN подключение у вас на клиенте появляется еще один виртуальный адаптер то есть у вас есть физический адаптер вот он 131-107-020 тот адрес вы получили от местного провайдера где подключились и когда вы конфигурируете VPN подключение появляется еще один адаптер и с помощью специальных драйверов в зависимости от реализации этот адаптер будет как-то конфигурироваться при установлении VPN подключения вот вы когда будете конфигурировать вы укажете с каким сервером связываться вы укажете вот с этим сервером связываться у вас изначально идет первое согласование безопасности и аутентификация то есть вы здесь на клиенте говорите подключись к нашей корпоративной сети первая часть это соединение на IP адрес эти пиши соединение на IP адрес 196 115 93 1 оно пойдет через реальный ваш физический адаптер все будет через реальный физический адаптер и вот как есть в не вшифрованном виде в прямом идут первые вот эти запросы на согласование безопасности на соединение дальше когда он к нему пришел говорит хочу с тобой установить секьюрное соединение давай согласуем безопасность это могут быть различные ключи методы аутентификации здесь же клиент проверяет свой логин пароль если мы говорим про континент там аутентификация клиентов только лишь по сертификатам другого метода аутентификации там нету там все очень сигьюрно поэтому только сертификат у каждого клиента на компьютере должен быть сертификат сертификат этого пользователя для того чтобы пройти проверку подлинности вся аутентификация там по сертификат после того как мы пришли согласовали безопасность прошли проверку подлинности сервер готов нас встречать проверять политику можно ли нам подключаться и каким ресурсам он должен обдать доступ и вот здесь мы получаем настройки после всех согласований вот мы получаем настройки которые будут у нас на вот этом виртуальном интерфейсе задействованы это ключи шифрования плюс IP адрес этот IP адрес который мы потом пропишем на интерфейсе мы это программа вот оно идет это соединение по основному нашему интерфейсу вот это все идет в нешифрованном виде за исключением естественно аутентификации с помощью алгоритма чтобы пароль не перехватили и потом ключ секьюрно уже передается четвертым пунктом идет подключение уже этого интерфейса то есть ему прописывается IP адрес его активация по умолчанию он выключен интерфейса и вот здесь после этого строится вот такой туннельчик сервер вам говорит какой у вас будет IP адрес вот на этом адаптере вы конфигуруете ну допустим этот IP адрес он практически всегда выдается из внутреннего диапазона из частной сети допустим 10 0 2 там 150 там выдаст к примеру вот такой адрес он присваивает на этом виртуальном интерфейсе подключение сетево интерфейса потом пятым пунктом когда он подключился меняется таблица маршрутизации и когда вы подключаете туннель интерфейс поднимается то у вас весь трафик заворачивается через вот этот адаптер и через вот эту сеть 10 0 0 0 0 0 0 0 0 250 если это его сеть то есть он меняет таблицу маршрутизации плюс задействуется драйвер туннелирования и шифрование что значит задействуется драйвер туннелирования и шифрования сейчас расскажу и тут смотрите эта аббревиатура сразу становится понятным когда мы написали шаги которые при установке генерируются то есть первое virtual значит у вас на компьютере будет виртуальный еще один адаптер сетевой private значит то что этому адаптеру будет назначен IP адрес из частной сети то есть то что даст вам ваш сервер удаленного доступа VPN сервер нетворк ну значит что у вас появляется еще одна сеть и вы через нее работаете он туда все заворачивает теперь когда у меня это все установилось представим что мы открыли приложение мы открываем браузер ну или explorer неважно допустим открываем приложение пушка это будет браузер и в нем набираем http двоеточие два слыша и IP адрес вот этого внутреннего компьютера который внутри сети защищенной 10 0 0 10 0 1 200 это вот этот компьютер ARM внутри сети вот юзер открыл дальше если взять заголовки по модели оси то на уровне приложения на верхних у нас что будет у нас будет запрос на получение информации дай мне веб-страничку это веб-пейдж и соответственно адрес это тот набор данных которые приложение генерирует там может быть дополнительно запросит в какой кодировке дай мне веб-страничку это набор данных которые приложение генерирует дальше приложение дает задачу уровню транспортному что доставь этот набор данных к получателю на транспортном уровне он ставит заголовки транспортного уровня соответственно там какие самые главные порт получателя порт сендера и порт отправителя порт получателя это http какой порт 80 порт отправителя как на клиенте генерируется динамически случайно какой-нибудь там 40 тысяч 2565 порт получателя порт отправителя что протокол должен быть TCP вот на транспортном уровне вот такие заголовки на сетевом уровне поскольку весь трафик заворачивается в туннель через вот этот адаптер то IP источника какой будет 10 0 2 150 согласны а IP получателя ресивер 10 0 1 200 это то что мы в браузере набрали то есть тот узел который внутри сети хотя реально я где-то непонятно в интернете нахожусь вот то что у нас будет на у приложения забрано нас по модели оси так сейчас я это передвину ну и в конце да на поле данных это то что приложение сверху взяло это вот эта часть это данные дальше когда мы работаем через этот виртуальный адаптер вот это реально это не шифрованные данные на текущий момент потом вот эти данные которые пришли от приложения и прошли по там транспортному сетевому уровню они попадают в драйвер VPN и эти данные вот реальные заголовки реальные порты реальные данные допустим там те же файлы которые будут передаваться потом в этих пакетах они поступают в блок крипидорфической обработки и шифруются дальше они вот здесь шифруются соответственно на тех ключах которые были согласованы при установке соединения они шифруются плюс они здесь же туннелируются или есть такой термин инкапсуляция то есть вот этот пакет с оригинальными данными который является секретным который мы не можем передавать по общедоступным каналам связи он шифруется и туннелируется туннелируется значит он берется и вкладывается в другой пакет при этом вот это все оно зашифруется и дальше он туннелируется в другой IP пакет на котором проставляются заголовки реального интерфейса и а получатель это вот этот интерфейс VPN сервера так здесь берем напишем не поленимся IP сендера будет 131 107 0 200 айпи получателя это внешний интерфейс с тем с которым мы к VPN серверу подключать 196 115 93 1 вот так континент использует протокол UDP для того чтобы передавать трафик зашифрованный и туннель делать там заголовки соответственно дополнительные появляются и внутрь потом вставляется вот этот пакетик вставляется но дополнительно он вот здесь вот является зашифрованным нарисуем что он зашифрованный вот соответственно такой пакет через вот эту сеточку сюда доставляется VPN сервер его получает отбрасывает вот этот заголовок он здесь технически он чисто чтобы через интернет он дошел до вот этого интерфейса и он смог его обработать потом берет вот этот зашифрованный пакет вот здесь по дороге перехватывает кто хочет ничего страшного все зашифровано проверяет его целостность дешифрует и получает вот этот оригинальный пакетик то есть с теми заголовками которые вот это приложение вот здесь используют и внутри сети передает уже дешифрованный пакет и вот этот узел получает что кто с тобой связался 10 0 2 150 что он хотел дай мне веб-страничку здесь уже не шифрованный трафик и он отвечает отвечает он 10 0 2 150 вот этому IP-адресу потому что он по заголовку IP смотрит шлет на шлюз шлюз видит что это VPN-клиент он делает обратную процедуру он шифрует пакет который получил от этого товарища ответный с страничкой с файлом если это доступ к файловому серверу туннелирует добавляет заголовки IP вот эти внешние передает через интернет этот товарищ получает делает обратную процедуру и приложение получает уже вот этот пакет от этого получается что приложение с приложением напрямую смотрит думает что сосед вот он здесь рядом находится хотя это все через сети общедоступно еще шифрование вот такой принцип работы технологии туннелирования ну и теперь вы разбираетесь что такое VPN это клиент сервер VPN и сессию всегда инициирует клиент есть сайт сайт VPN сайт сайт VPN это когда у вас есть две площадки вот себе нарисуем что вот есть один филиал здесь сеть там 10.0.2 а здесь 10.0.1 сеточка есть какая-то инфраструктура глобальная и вот есть криптошлюз 1 криптошлюз 2 вот здесь сайт сайт VPN это задача взаимодействие криптошлюзов между собой вы на них конфигурируете что вот смотри если кто-то хочет отсюда попасть сюда тебе на интерфейс приходит пакет то пусть у вас будет туннель между серверами и вы будете здесь так же туннелировать и так же шифровать но клиент уже ничего об этом не знает что там где-то интернет что там где-то туннелирование он как посылает на вот этот адрес к серверу так и посылает а он уже здесь шифрует туннелирует понятно что remote VPN это когда клиент подключается сайт to site VPN это когда две площадки вы соединяете и клиент все равно шлюзы отвечают за взаимодействие а есть еще в континенте возможность сделать L2 VPN вот L3 VPN или сайт to site VPN классический он на сетевом уровне работает то есть он на уровне IP и те протоколы которые работают на канальном уровне они не попадут в туннель и никогда не будут доставлены вот сюда но есть иногда техническая необходимость и может быть какие-то специфичные сервисы которые хотят видеть пакеты канального уровня вот здесь тогда можно L2 VPN тоже поддерживает такой сценарий тогда нужны крипто коммутаторы скрипто шлюзы а есть крипто коммутаторы хорошо перед тем как начинать конфигурировать на практике VPN надо рассмотреть архитектуру работы фильтра IP пакетов которые в нем реализованы и посмотреть на архитектуру как раз шифрование и туннелирование как она реализуется в самом континенте разные решения по разному реализован давайте начнем с самого главного межсетевого экрана без него без его конфигурирования ничего не получится межсетевой экран выполняет три основных функции естественно первая его задача это выполнить фильтрацию входящего и исходящего трафика идущего через крипто шлюз здесь вот нарисован крипто шлюз с разными интерфейсами в зависимости от модели их может быть два три четыре при этом континент обеспечивает фильтрацию трафика как на входящем интерфейсе вот мы отсюда хотим связаться с кем-то здесь то есть первый раз нас встречает фильтр на вот этом интерфейсе и также нас встречает фильтр на этом интерфейсе когда он через него проходит то есть в отличие от классического фаервола который в клиентском компьютере там один фаервол там один интерфейс вот он смотрит входящие исходящие пакеты с одного интерфейса их фильтрует а здесь он смотрит на всех интерфейсах то есть там фаервол на каждом интерфейсе можно сказать стоит то есть и на входящем и потом для него на исходящем интерфейсе это очень важно пакет будет проверяться дважды здесь и здесь на выходе И разные могут быть правила фильтрации для этого интерфейса и для этого интерфейса. По умолчанию в континенте любой сетевой трафик запрещен. Даже пропинговать вы не сможете ваш криптошлюз, когда его установите. Все запрещено. Есть исключение, разрешен технический трафик для управления, потому что он централизованно управляется. Но любой другой ваш, который вам нужен пользователям, он запрещен. Используется OpenBSD Packet Filter, межсетевой экран. Это Желенская, там FreeBSD стоит внутри архитектурно. И естественно этот межсетевой экран поддерживает технологию SPI. Контроль состояния соединения, Stateful Packet Inspection. Тоже нужно понимать, что это за технология и зачем она нужна. Давайте такой пример рассмотрим. Есть клиентский компьютер, прямо здесь нарисуем. У него IP адрес 10.0.1.10. Он хочет связаться с компьютером, который где-то там, 196.1.1.6. Здесь пускай у меня стоит веб-сервер, я хочу к нему подключиться. Когда я буду открывать приложение, нас интересуют заголовки, естественно, TCP транспортного уровня и сетевого уровня. Здесь IP источника будет 10.0.1.10. IP получателя 196.1.1.6. Порт отправителя, какой будет? Случайный, да, как вы сказали. Какой-нибудь там 45 тысяч. Порт получателя будет 80.0. Вот так мой пакет генерируется. Это порт. Он попадает вот на этот интерфейс. Пусть там фильтр нас пропускает. У нас есть исходящий фильтр, который разрешает соединение вот с ним. И на этом интерфейсе он разрешит. И здесь выпустит. Здесь тоже будет разрешающее правило. То есть на этом и на этом должно быть разрешающее правило. Если я просто так этот пакет пропускаю, ничего не делаю, ничего не запоминаю, то смотрите, какая проблема будет. Вот этот компьютер получил запрос, хочу веб-страничку. Он должен мне установить сессию, послать ответ. Когда он мне будет посылать ответ, то вот этот его пакетик, у него будут заголовки перевернуты. То есть у него будет IP источника какой? 196.1.1.6. IP получателя будет 10.0.1.10. Порт источника какой будет? Нет, неправильно. Порт источника, когда ответ посылает. Переворачивает. 80-й, конечно. Я же просил 80-й порт. Соответственно, а порт получателя 45 тысяч. А порт источника 80. То есть он здесь переворачивается. И смотрите, как для фаервола бы это выглядело. Что ко мне пришел пакет, который направлен на вот этот IP-адрес. Порт 80-й. Источника порт получателя 45 тысяч. Вот эта проблема вот в этом порту. 45 тысяч. Он случайно генерируется при установлении сессии. Есть у вас правило, разрешающее входящий трафик на порт 45 тысяч? Ну, конечно, нет. И начинается проблема. А мне же обратно трафик надо пропустить. И чтобы обратно можно было пропускать трафик, без создания дополнительных каких-то правил, ну, по сути, да, какого-то глобального правила, которое всем все разрешает внутри сети, а это интернет, то используется SPI. Что он делает? Когда мой клиент устанавливает сессию наружу, он запоминает информацию об этой сессии. И он создает динамическое правило фильтрации, в котором написано, что вот мой клиент приходил, просил сессию вот с каким-то товарищем снаружи, вот такие порты прописал, я себе динамическое правило разрешил. И это динамическое правило разрешит обратный трафик к этому компьютеру, чтобы вы могли технически пообмениваться в обе стороны какими-то пакетиками. Вот это SPI так работает. То есть он запоминает то, что я звал кого-то снаружи, и ответы будут автоматически приходить, чтобы не создавать вам много правил и не делать такую большую-большую дырку, всем заходи в мой огород. Ну, конечно, большинство умеет это делать. Вот блок-схема, как проверяется каждый пакет. Есть входящий пакет, он попадает на континент. Вначале проверяется таблица состояния. Вот то, что SPI движок нам сгенерировал. То есть это те сессии, которые мои клиенты установили, или те, которые из интернета ко мне пришли, но я разрешал доступ внутрь сети из интернета. Я смотрю, просил ли кто взаимодействие. Если в таблице состояния нету атрибутов этого пакета, то есть это IP-шники плюс порты, то я смотрю пакетный фильтр. Значит, кто-то первую сессию устанавливает. Если в пакетном фильтре есть разрешение на прохождение такого пакета, я записываю в таблицу состояния и пускаю. Вот видите, пускаю куда? К ядру континента, к ядру операционной системы, которая отвечает за фильтрацию, за шифрование. А потом он же не просто к ядру идет, он идет дальше куда-то, во внутреннюю сеточку. Или может быть из внутренней сети в интернете. Здесь не важно. Входящий пакет, не важно на какой интерфейс он приходит, на внутренний или на внешний. А дальше он еще раз проверяется. Вот в отличие от клиентского компьютера, здесь на каждом порту он проверяется в списке правил. Здесь опять же он смотрит, есть ли таблица состояния на выход, смотрит пакетный фильтр, и также должен быть разрешен выход, и тогда исходящий пакет от меня уже уходит. Вот так работает межсетевой экран. Когда вы создаете правила фильтрации, есть два основных объекта, которые вы должны знать. Вы должны создать первый сетевой объект. Сетевой объект используется в правилах фильтрации для определения получателя и отправителя IP пакетов. Это может быть компьютер. Вы создаете сетевой объект. Это может быть сеть. Или это может быть группа. Это пользователи удаленного доступа. Про детали привязок криптошлюзов говорить не будем. Но первое. Вот эти все сетевые объекты и сервисы, здесь про сервисы поговорим, они создаются глобально в центральной базе данных и в центре управления сетью. Потом вы когда их глобально сделали, вы их прописываете, создаете правила фильтрации, оно в зависимости от объектов передается на ваши криптошлюзы. То есть вы не каждый отдельно конфигурируете, вы не можете, даже у вас нет возможности отдельно фильтр писать на отдельном устройстве. Вы глобально их задаете. А потом он смотрит в зависимости от привязок, в зависимости от сети, которая защищает ваш криптошлюз, передает на этот криптошлюз это правило фильтрации, этот сетевой объект. То есть они глобально, они в одном месте. То есть все управление будет централизовано, по-другому никак. Это обязательное требование. То есть вы описали сетевой объект, то есть IP-адрес, сеточку, потом вы описываете сервис, который будет для этого сетевого объекта в итоге разрешен или запрещен. То есть сервис это классический. Какой протокол, какой порт, какие атрибуты этого протокола, вы хотите разрешить какие-то там заголовки специфичные. Вы записываете, создаете сетевой сервис. Сетевой сервис создается отдельно. Есть большая база данных предсозданных сетевых сервисов, которые часто администраторы используют. Чтобы вам не мучиться, там всякие CMP, LDP, SMB, все эти протоколы, они уже описаны на HTTP, HTTPS. Но если нужно специфически, вы себе их создаете. Тоже централизованно. А потом вы создаете правило фильтрации, в которой обязательно фигурирует сетевой объект. Вы здесь говорите, кто отправитель, кто получатель. Здесь сетевой объект добавляется. И сервис, который будет ему запрещен. запрещен или разрешен. Теперь, если мы говорим про VPN, во-первых, в пакетном фильтре должно быть разрешающее правило. И вторая часть, для того, чтобы настроить VPN между шлюзами, вы должны сделать два действия. Для того, чтобы пакеты зашифровались и затуннелировались в рамках VPN. первое, 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 что IP-адрес получателя, это наш сетевой объект, который вы создаете в правилах фильтрации, должен иметь привязку и тип защищаемый. только в этом случае взаимодействие между этим объектом будет использовать туннелирование и шифрование. Это первое. Сейчас настроим, увидите, где это прописывается. А второе, криптошлюзы, между которыми будет обеспечиваться туннелирование и шифрование, когда вы делаете сайт-то-сайт VPN, должны быть связанными, то есть, они должны обменяться ключами шифрования, которые будут использоваться для защиты ваших перерываемых пакетов. Тоже посмотрим, как это сделается. Схема обработки блоком криптографической защиты вот так выглядит. То есть, если вдруг еще вы хотите VPN, то опять же идет входящий пакет. Пакетным фильтром вот там блок схемы обрабатывается. Потом, если пакетный фильтр разрешает это соединение, то есть, почему мы сказали, что вам важен фаерволл. А если фаерволл не пускает пакет, никакого туннелирования и шифрования не будет. Он сразу же отбрасывается. Он передается на блок криптографической защиты. Он смотрит, является ли IP-адрес получателя защищенным. Если является, он его шифрует, сжимает, если вы включили сжатие пакетов. И метазащита это цифровая подпись, считайте. Для того, чтобы пакет по дороге не подменили. То есть, они не могут прочитать, но вдруг они данные подменят. Это как-то повлияет на работу. Хоть и зашифрованную, но все равно подменить можно. То есть, это проверка целостности. И, соответственно, пакетный фильтр, который исходящий на вашем же этом криптошлюзе. Ну, и исходящий пакет. Это внутренний интерфейс. А это внешний интерфейс на том криптошлюзе получателя в том филиале, куда вы хотите связаться. также пакетный фильтр, блок криптографической защиты. И исходящий пакет это внутреннюю сетку на внутреннем интерфейсе. То есть, можно сказать, вот это на одном, а это на другом. Ну, и теперь давайте попробуем разобраться в том, что мы сейчас будем конфигурировать и сконфигурировать. Что мы сейчас будем делать? Смотрите, у нас есть один главный офис. Здесь адресация 10.0.1.0. У нас есть уже сконфигурированный континент. У него будет несколько интерфейсов, но нас интересует один внутренний, он именуется EM2 10.0.1.1. И есть какие-то узлы внутри сети. И есть внешний интерфейс, там внешний IP-адрес, за ним стоит реально маршрутизатор, маршрутизирует трафик, как будто бы через интернет. И будет у нас сеть получателя. Вот давайте так даже выделим. Нам не надо, это не надо, не надо, не надо, не надо, а вот это надо. Вот такую схему сейчас будем реализовывать. Вот наша внутренняя одна сеточка. И второй филиал 10 0 2 1 там будет компьютер, таким IP-адресом это будет сервер 10 0 1 200. Для начала мы что сделаем? Мы просто посмотрим, как создать правила фильтрации и проверим, что действительно без правил фильтрации у нас трафик сюда не ходит. Потом создадим правила фильтрации. Разрешим доступ отсюда сюда. Проверим, что трафик передается в открытом виде. Здесь на маршрутизаторе у меня стоит Wireshark. Мы его запустим, посмотрим, что трафик в открытом виде. Потом эти правила фильтрации удалим, перенастроим связь через VPN между этими криптошлюзами и посмотрим, как он будет туннелироваться и передаваться через VPN. Начнем с создания сетевых объектов и правил фильтрации. Компьютер клиентский Arm1 на стенде нарисован на схемке. Есть такая программка называется программа управления центром управления сетью. Это тот зверь, который управляет всеми вашими криптошлюзами. Здесь вы создаете сетевый объект. В первой части мы хотим, чтобы компьютер с адресом 1001 200 или целиком сеть можем прописать. Отсюда трафик ходил сюда. Если я сейчас просто попробую 10 0 2 200 пропинговать Arm1 вот это мой IP адрес IP конфиг 10 0 1 200 а тот филиал который далеко находится это 10 0 2 200 я пингую нет связи никакой. Реально если посмотреть сетевые интерфейсы я в разных сетях нахожусь можно взять посмотреть на маршрутизатор роутер это тот который посредине у нас на схеме нарисован вот у него 4 интерфейса то есть сюда глянуть видите 4 интерфейса у него и вот эти IP адреса на каждом интерфейсе прописаны и на криптошлюзе тоже много интерфейсов если открыть свойства криптошлюза вот он тоже много много интерфейсов между ними естественно уже сконфигурирована маршрутизация чтобы нам сейчас не мучиться с этим мы просто проверяем как работает компонент комплекса так беру себе проверяю связи нет теперь описываю сетевые объекты для того чтобы их прописать в правилах фильтрации создать сетевой объект да сразу же вот здесь криптошлюзы то кем мы можем управлять у меня два криптошлюза ксх мейн тот который в филиале давайте напишем что он в москве туда придем скажем это москва москву а это пускай будет санкт-петербург это сеть санкт-петербурге это сеть в москве вот они два криптошлюза вот мы ими можем управлять они включены с ними все хорошо вот это как раз континенты есть на теперь создаем сетевой объект скажем что москву network 10 0 2 0 24 всегда пишите правильное название чтобы потом когда будет много правил фильтрации много объектов вы сами не путались здесь прописываем что 10 0 2 0 с маской 24 здесь мы говорим что если хотим чтобы было между ними VPN да маску сейчас поправлю то тогда это защищаемый объект но сейчас он просто правило фильтрации поэтому это внутреннее это внутренняя сеть то есть зачем это прописывается это нужно чтобы потом вот эта система еще раз надо понимать она централизована все правила и все объекты передает на криптошлюзы которых у вас много в организации и внутренне это значит что будет прописано правило фильтрации если вот этот объект будет фигурировать в правиле фильтрации для внутреннего интерфейса не тот который внешне в интернет смотрит а тот который внутреннюю сеть будет нам защищать трафик туда на каком криптошлюзе эта сеть доступна это ксх мэйн всегда важно при планировании при проектировании такую схему перед глазами держать вот у нас смотрите ксх мэйн ем2 это название внутреннего интерфейса который сюда смотрит это свитч описание сети а это ем0 это внешний интерфейс вот с таким внешним эпиатрис чтобы вы потом при создании правил четко понимали ага это сюда это сюда это с этим взаимодействует а это вот по таким интерфейсам такие сети подключены без схемы вообще не разберетесь никогда всегда начинаете со схемы окей интерфейс эм2 что потом к нему будет это все привязано так и нолик сделали и нужен второй объект который у нас Санкт-Петербург спб нет 10 0 1 0 можно было просто IP адрес клиента прописывать если бы для конкретного настраивать 10 0 1 0 это внутренний криптошлюз криптошлюз сусом EM2 сейчас мы вот описали две сети пока мы их просто описали если кстати заходить в настройки криптошлюз то здесь мы берем ксх main вот здесь написано вот его интерфейсы все вот какие на них адреса этот отдельно является внешним этот внутренний какой-то может быть спанпорт это для резервного криптошлюза здесь можно все описывать так теперь мы для того чтобы обеспечить проверку мы должны создать правила фильтрации правила фильтрации вот здесь прописываются то есть мы сетевые объекты описали сервисы мы стандартно используем они уже присознаны для нас мы их не делаем а правила фильтрации захожу никаких правил нет сейчас пингует связи нет создаю правила фильтрации говорю allow spb mos то есть откуда-куда название правила это чтобы я сам понимал это для меня оно никак не фигурирует названием нужно для администратора можно прописать на подсети и можно здесь писать какой трафик ну давайте асимпи разрешим асимпи и какой-нибудь смп здесь я пишу кто отправитель раз мы пишем спб вот видите те объекты которые мы создали мы теперь можем здесь выбрать отправитель отправитель спб 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 10 0 1 0 любой из этой сети может получатель москву network 10 0 0 0 дальше что делать с таким типом трафика пропустить можно отбросить а можно усиленную фильтрацию делать и контролировать состояние для того чтобы это правило использовала спи stateful package inspection а еще важно прописать сервис каким какой протокол может быть при вот этом взаимодействии пропускаться здесь мы выбираем сервис мы сказали асимпи и сказали еще смб да мы хотели это 445 так 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 смб то есть соответственно теперь из этой сети можно будет попасть в эту сеть с асимпи трафиком и смб трафиком вроде бы не сложно реально сейчас система надо окей нажать она проанализирует сетевые объекты проанализирует каким интерфейсом каким сетям они завязаны проанализирует правила фильтрации и передаст на нужные крипто шлюзы эти правила фильтрации после того как она это передаст буквально где-то около минуты требуется подождать для того чтобы он полностью синхронизировался оно задействует правила фильтрации при этом их там сразу несколько создается и для разных интерфейсов а вот я сюда переключаюсь и смотрите вот здесь есть состояние когда вот такое состояние значит есть изменения я с ними синхронизируюсь вот как только они сейчас из этого состояния перейдут то я увижу также здесь всегда видно вот видите тут уже синхронизировалось вот здесь вот я выбрал вот этот криптошлюз и вот правило фильтрации там появилось то есть это то что там видите а здесь тоже это правило то есть опять же можно просматривать вот это реально с них информация динамические правила фильтрации правило на трансляции очередь заданий состояние вот он постоянно обновляет сколько пакетов на какой интерфейс ходит он вам показывает все он передался о пинг заработал видите реально если зайти на этот криптошлюз так когда вы на него заходите то у нее такая консолька есть управление это вот тот криптошлюз который стоит сейчас в Москве по нашей схеме здесь можно посмотреть таблицу маршрутизации и вот здесь давайте посмотрим список правил фильтрации вот он сделал целых четыре правила вроде бы мы одно сделали но пришлось сделать ему четыре смотрите что значит какой из них разрешить входящее соединение на интерфейс EM0 это внешний теперь же можно вот здесь смотреть схемки вот на этот интерфейс входящее значит сюда к криптошлюзу к ядру вот блок схем вы помните смотрели чтобы было четкое понимание смотрим протокол какой осимпи от кого с 10 0 1 0 кому 10 0 2 0 потом второе правило пас аут это правило на внутреннем интерфейсе EM2 это второе правило это когда вот это нас пропустит нас дальше ожидает фаервол на внутреннем интерфейсе вот паст аут это значит вот оно сюда прошло по первому правилу а теперь оно должно пойти внутрь через этот интерфейс и вот это второе правило для того чтобы здесь внутрь пропустилось паст аут значит пропустить вот сюда и там прописано пропустить сюда тоже cmp но на интерфейсе EM2 давайте сейчас на него смотрим интерфейс EM2 видите а здесь внешний был а здесь EM2 и соответственно вот эти два правила это для SMB вот это для cmp а вот это для SMB вот если посмотреть проверь сдвинуть что такое то вот здесь порт 445 а это cmp здесь порта нет keep state это значит SPI использовать сохранять таблицу состояния чтобы обратные пакеты приходили ну и можно еще проверить смотрите как попробовать отключимся 10 0 2 200 протокол SMB подключился а это 1 сейчас секундочку я же 2 набрал мне 2 надо понятно работает все подключился 2 то есть вот я и по SMB подключился если захочу допустим RDP возьмем MSTSC 10 0 2 200 то не подключен потому что 3389 RDP мы не разрешали так теперь хорошо разобрались с правилами фильтрации кстати пустит он меня из сети Москвы в сеть Санкт-Петербурга то есть если я сейчас зайду вот на этот компьютер сервер и сюда захочу подключиться пустят не пустят потому что мы же в одну сторону только разрешили соответственно чтобы пустил обратно надо создать другое правило фильтрации и там отправителя получателя в другую сторону перекину создастся еще 4 правила на каждом криптошлюзе для того чтобы в эту сторону соединение можно было установить это хорошо теперь мы то что мы сконфигурировали убираем и теперь сделаем а да надо проверить что трафик идет через маршрутизатор и не шифруется я запущу в айршарк у нас сейчас смотрите пинк идет да пинк идет а вот этот маршрутизатор который у нас посредине стоит вот этот я на нем сейчас в айршарк запущу и посмотрю что тут через него проходит я хочу разбираться какой интерфейс на всех интерфейсах это ICMP трафик отфильтруем найдет ICMP трафик и как видите да заголовки IP 1002 200 никакого туннелирования нету и никакого шифрования вот тело данных в открытом виде ABC алфавит вот он передается вижу что и ICMP трафик туннелирование когда используется и шифрование там даже непонятно какой трафик идет то ли там веб трафик то ли пинг вы внутри используете то ли это файловый сервер что ли еще что то есть вы не понимаете действительно все так как мы и описали теперь отключаем правило которое мы сделали я беру я беру правило фильтрации и его отключаю сохраняю изменения оно здесь становится таким сереньким теперь для того чтобы сделать туннель между ними нужно две задачи решить опять же связать между собой криптохлюжи чтобы они обменялись ключом шифрования и второе описать сетевые объекты чтобы они были защищаемыми давайте начнем с сетевых объектов создаю новый сетевой объект говорю Moscow protected network 10.0.2.0 10.0.2.0 придется ее еще раз описывать потому что тип привязки должен быть защищаем только тогда при взаимодействии между этими объектами будет происходить шифрование туннелей надо посмотреть почему нсд сработал да он там мигает ну бывает может какой-то пакет битый оказался или какой-то там не дошел скорее всего на пакет ругается ну сейчас загрузим посмотрим у меня здесь настроен сервер логирования так защищаемый сеть москвы у нас привязана к sh main вот она Москва 10 0 2 интерфейс EM2 ok сделали и второй объект это protected network SPB 10 0 10 1 0 и то же самое делаем 10 0 1 0 защищаемый другой криптошлюз интерфейс внутренний ok сделали второй объект это первая часть мы строим можно вернуться к слайду вот этот пункт мы сделали объект который имеет тип привязки защищаемый это обязательно для VPN и вторая это связать криптошлюза в процессе связывания они обменяются ключами шифрования так связка сделается вот так код этот еще не обновился иду в свойства и в свойствах криптошлюзов есть вкладочка связи здесь вы берете и говорите свежи вот этот криптошлюз который вы сейчас выбрали вот с этим криптошлюзом добавляете его в список здесь можно указывать используют ли сжатие пакетов если будет шифрование использоваться по умолчанию не сжимает хотя они рекомендуют сжимать потому что тогда дополнительная безопасность появляется сжатый пакет а еще появляется экономия трафика что сжимается и если внешний канал не сильно мощный у вас тогда он будет быстрее взаимодействовать теперь вот эта процедура может занять некоторое время тоже около минуты двух минут они пишут документации что им сейчас надо ключом обменяться и обеспечить как раз чтобы эти объекты передались это первое а второе что нам еще потребуется правило фильтрации сделать без правил фильтрации не заработает чтобы отключили сейчас никакой трафик не ходит надо по любому правил фильтрации правило фильтрации будет выглядеть точно так же давайте сделаем теперь наоборот давайте из москвы мосту спб vpn мы говорим отправитель теперь будет вот эта защищенная сеть protected network мост получатель protected network спб вот так сайту сайт vpn делается говорим пропустить контролировать состояние соединения спи чтобы использовался и какие сервисы можно туннелировать так же говорим давай аси пи так же говорим давай см и можно рдп тоже есть рдп так пропустить москва санкт-петербург окей окей смотрите до того как я их связал вот этого не было теперь видите появился канал vpn и он он также вам будет показывать количество нерботоспособных каналов если у вас много филиалов для того чтобы централизованно мониторить когда он отказал этот канал там постоянно бегает хитбит 10-тысячный порт используется пакетики что вот канал живой неживой 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 по нему он определяет что есть какие-то проблемы есть какие-то сложности потому что еще не успел это синхронизироваться ключ не успел передать надо ждать пока вот здесь вот это не пропадет полностью конфигурацию не считает там там очень много разных ключей используется вообще там есть очень важный ключ управления он может быть доставлен на криптошлюз только лишь на съемном носителе при первой инициализации устройства первый раз потом там есть механизм удаленной смены ключей когда срок действия к концу подойдет там используется и асимметричное и симметричное шифрование есть ключ связи для управления есть ключ симметричный для шифрования но чтобы его безопасно передать как раз используется ключ криптошлюза который есть на ЦУСе есть там он он отдельно шифрует но он доставляется туда вручную всегда при инициализации там много этих элементов связанных с безопасной передачей соответственно они при инициализации внедряются вот пока он думает пускай думает можно попытаться ускорить его допустим быстренько перезагрузить чтобы он переинициализовал еще там если он помнит предыдущие соединения он должен их разорвать тоже важный аспект после этого он тогда сложную конфигурацию переделывает так пускай думает давайте перезагрузим тогда чтобы долго не ждать таким образом подведем небольшой итог потом посмотрим что у нас получилось мы с вами быстренько за небольшое время рассмотрели что такое континент что это за зверь какие задачи может решать как в теории работает VPN глобально что есть три типа VPN сайту сайт L2 VPN тоже считается сайт сайт VPN в некотором сценариях и VPN клиентский клиентский VPN кстати более сложно настраивается нужен сервер доступа для континента допустим если на курс мы придем на курсе мы это все рассматриваем и на курсе если действительно вам нужно внедрять конфигурировать эта вся сложная схема она реализуется у нас много и криптошлюзов много связей все технологии и L2 и L3 и клиентский VPN и надтрансляция и пакетные фильтры мы все это подробно изучаем несколько дней практика ну да то есть опять же то что я сейчас вам показываю это одна из частей практики то есть там в том или ином виде есть отдельно лаборатория работы при этом курс очень специфичный потому что там практики больше чем теории там 80% практики и ну представьте да вот по сути за 3 дня вот такую сложную схему реализовать при этом смотрите есть и система обнаружения вторжений будет реализована и будет реализовано резервирование криптошлюза то есть молнии в него ударяем он обнаруживает по резервному у них отдельный интерфейс для резервирования настраивается что он вышел из строя то у него видите у них одинаковый внешний IP адрес он на него переключается и трафик продолжает работать тоже непростые настройки теорию посмотреть и сконфигурировать как это все выглядит то есть все вот такую схему мы настраиваем так вопрос какой-то у коллег с вебинара был ну смотрите смотря чем вы занимаетесь если вы реально занимаетесь сетевым оборудованием то есть мы подгоним теорию допустим я про VPN вам рассказал подробно мы еще подробнее на курсе разбираем вот давайте посмотрим заголовки давайте посмотрим что с ними происходит то есть вы понимаете глобально как это работает а потом это детали реализации в том или ином вендоре давайте будем смотреть как это в континенте а на CISCO курс придете там будет другая команда но в итоге одно и то же просто немножко по другому нужно о практике реализовать ну забудется конечно честно сказать если вы не практикуетесь то там через полгодика вы забудете но вы знаете где это посмотреть у вас будет там документация вы быстро можете это сконфигурировать так вопрос не вижу я вопроса от коллег я понял так давайте вернемся посмотрим как у нас все они сконфигурировались как я узнаю когда вот такой значок значит они полностью считали конфигурацию если вы такие зелененькие стрелочки значит еще не считал он не передал информацию о том что он получил актуальную конфигурацию что мы перенастроили нету никаких ошибок неработоспособных каналов NSD это значит какой-то несанкционированный доступ что-то там не так внутри произошло или какой-то пакет странный к нему прилетел который должен был логироваться если он придет то все плохо можем потом посмотреть почему теперь надо проверить мы сказали что из филиала значит мне нужен Windows сервер который в филиале вот мой IP конфиг 10.0.2.100 я пингую 10.0.1 200 200 там или 100 200 а вот пингуем и главный офис работает но при этом используется сайт сайт как проверить давайте проверим на маршрутизаторе на первых эти не бежит нет никаких оси пакетов вот time to live exit это кто-то другой посылает это криптошлюз посылает видите внешние IP адреса ну или может быть даже сам маршрутизатор а вот этих кучи пакетов эхо реквестов нету ну а что ж тогда бежит давайте смотреть бежит UDP трафик вот он в большом количестве бежит вот он туннелирует в UDP трафик при этом порты при сайту сайт VPN 10 тысяч это порт для туннелирования внутри внутри этого UDP пакетика вот тот пинг который у нас идет он зашифрован я не вижу что там внутри пинга не идет TCP никакого не идет идет UDP при этом смотрите как интересно порт источника получателя 10 тысяч это их особенность архитектула если очень много туннелей или внешние капитографические сети используются на самом деле там диапазон портов от 10 тысяч до 10 тысяч 31 он использует для того чтобы оттуннелировать шифровать трафик вот таким образом мы настроили сайт сайт VPN видим что все у нас работает можно попробовать HTTP запятые ставлю 10 0 1 200 просит логин пароль это уже показатель что я подключился значит у нас и HTTP работает сейчас скажет пароль неправильный пароль неправильный связь уже есть вот таким образом можно посмотреть что туннель у нас установился и есть связь и посредине перехватывай на роутере ничего не видно все HTTP идет вот такой у нас получился семинар мы так подробненько рассмотрели как конфигурировать и как разбираться в архитектуре у вы вы вы